Большая Балашиха Лайф. Новости. Жители, которые пришли на прием, беспокоил вопрос не только взрослого, но и детского поликлинического обеспечения. Исполняющая обязанности руководителю города признала, что ситуация хорошо известна и возникла не сегодня. Огромное количество обращений, в том числе и в правительство Московской области, по детской поликлинике, которая действительно находится в квартире. Население сейчас уже детское, 6 тысяч детей. И эта проблема уже зрела, можно сказать, годами. Она же не вчера у нас возникла, правильно? Искались пути решения этой проблемы. Предполагалось, я сейчас подчеркиваю, предполагалось, что СУ-155, когда построят 32-й корпус, на первом этаже будет детская поликлиника. Однако в связи с ситуацией с СУ-155 администрации пришлось искать новые пути решения. Лилия Татевасян подробно рассказала о поликлиническом обеспечении микрорайона Балашиха-3. Поликлиника номер 3 не закрывается. Детский областной центр там не открывается. Сразу говорю, вот от того, что, как бы то, о чем вы говорили. У нас идет перепрофилирование первого этажа этой поликлиники, поскольку там имеется отдельный вход, и там будет организован прием детского населения. Вот та поликлиника, где сейчас дети наши располагаются, та квартира, она будет переоборудована в офис семейного врача, где мы можем принимать маломобильное население в любое удобное для населения время. В рамках приема исполняющая обязанности руководителя администрации сообщила о капитальном ремонте объектов здравоохранения города. У нас сейчас 17 объектов находятся уже в процессе аукционов и будут отремонтированы, будут построены две поликлиники на Гагариной, на которые мы переведем вторую поликлинику нашу несчастную, которую тоже страшно на нее смотреть. И на авиаторах будет построено, тоже под контролем правительства Московской области. Оборудование закупается хорошее, но просто поймите тоже, сразу все сделать невозможно, даже в силу нормативно-правовых отношений. В ходе приема горожане поднимали вопрос транспортной доступности, режим работы образовательных учреждений и другие. В завершении Лилия Тативосян напомнила, что проводит прием граждан каждую среду. Записаться на прием вы также можете онлайн на официальном сайте города balashicha.ru Вера Безгина, Валерий Сахнов, Роман Суслов, Большая Балашиха. Большая Балашиха. Лайф. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова